Приветствую вас на канале Техревизор! В этом видео я собрал 7 лучших тепловентиляторов на 2021 год. В топ вошли модели с разной конструкцией, мощностью и способом управления. Чтобы объективно оценить плюсы и минусы каждого тепловентилятора, я детально изучил обзоры моделей, их характеристики и отзывы реальных покупателей. Надеюсь, вам понравится составленный мной топ, и вы поддержите это видео лайком. Также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Первое место рейтинга занимает Baloo BFH-C31. Эта модель оптимальная по соотношению цена-качество. Тепловентилятор выполнен в слим-дизайне, оснащён ручкой для переноса и обладает простой системой управления. Поворотная кнопка в верхней части. Нагрев обеспечивает керамический элемент повышенной эффективности. В работе предусмотрено две скорости 750 и 1500 Вт. Тепловентилятор рассчитан на обогрев помещения в 20 квадратных метров. Также возможно включение прибора без обогрева, что позволяет использовать его как обычный вентилятор. В отличие от более ранних моделей, в этой реализована технология Rich Oxygen, что предотвращает сжигание кислорода. Тепловентилятор оборудован многоуровневой системой защиты Heat Protect. Он выключается при опрокидывании и при возникновении угрозы перегрева. Цена 1600 рублей. Тепловентилятор хорошо оснащён. Керамический нагревательный элемент, система защиты, ручка, регулятор режимов. Обеспечивает быстрый прогрев воздуха, при этом не сжигает кислород. Большинство владельцев BALU BFH-C31 удовлетворены его возможностями, и 91% из них рекомендуют его к работе. На втором месте Electrolux EFH-C5115. От лидера рейтинга отличается более интересным дизайном. Корпус аэродинамической формы представлен в двух цветовых решениях – белом и чёрном варианте. По мощности и режимам работы Electrolux аналогичен BALU. Отличием выступает возможность регулировать силу потока воздуха. Поэтому он оснащён двумя кнопками управления – для переключения режимов и для регулировки силы обдува. На кнопках нанесено покрытие Soft Touch, что делает взаимодействие с прибором более комфортным. Для удобства выключатель имеет индикатор. Тепловентилятор изготовлен из безопасного ударопрочного и термостойкого пластика. Оснащён защитными функциями от перегрева и опрокидывания. Цена 2200 рублей. Как и BALU, тепловентилятор оборудован керамическим элементом мощностью 1500 Вт. Может работать на двух режимах, а также выполнять функцию вентилятора. Выгодно отличается качеством пластика, дизайном, возможностью регулировки силы потока воздуха, из-за чего и стоит дороже. Главным минусом модели, как и большинство тепловентиляторов, пользователи считают грубый термостат, из-за чего включение прибора происходит, когда в комнате становится уже довольно прохладно. Но за надёжность и эргономику эту модель рекомендуют 91% покупателей. Тройку лидеров вошёл Занусси ZFH-C405. Модель отличается футуристическим дизайном. Тепловентилятор эллипсовидной формы выглядит стильно и сможет украсить любой интерьер. При этом модель выпускается в разных цветовых решениях – светло-серый, чёрный, розовый, красный. Так же, как и лидеры рейтинга, Занусси оснащён керамическим нагревательным элементом, но большей мощностью 2000 Вт. Рассчитан на обогрев помещения 25 квадратных метров. Работает в двух режимах, а также без нагрева. Можно использовать как вентилятор. Кнопка регулировки расположена с задней стороны. Обогреватель так же, как и лидер рейтинга, оснащён технологией сохранения кислорода и аналогичными защитными функциями для безопасности. Цена – 1800 рублей. Тепловентилятор выделяется футуристическим дизайном и различным цветовым исполнением. По функциональности оснащению не уступает лидерам. Отличается большей мощностью и иным исполнением кнопки управления. В большинстве случаев нареканий от владельцев Занусси нет, но из-за единичных случаев брака и перечисленных недостатков, только 87% покупателей готовы порекомендовать его к покупке. На четвёртом месте BALU BFH-W102. Относится к другому классу тепловентиляторов. Модель рассчитана на настенный монтаж и имеет электронное управление. По характеристикам схожа с лидером рейтинга BALU. Керамический нагревательный элемент. Многоуровневая защита. Технология сохранения здорового микроклимата. Не сушит воздух. На корпусе расположены индикации включения и кнопки управления. Также регулировать работу можно посредством пульта. Тепловентилятор работает на трёх режимах. Обдув без обогрева. Обогрев на мощности 1000 или 2000 Вт. От напольных моделей BALU BFH-W102 отличается возможностью установить таймер отключения. От 30 минут до 7,5 часов. Цена 2300 рублей. BALU BFH-W102 – это недорогой вариант обогрева с удобным электронным управлением и таймером. Благодаря настенному монтажу экономится пространство в помещении и распространение горячего воздуха происходит более равномерно. Производитель использовал не самый качественный пластик для сборки. Есть единичный случай поломки и брака. Из-за чего только 85% пользователей рекомендуют данную модель. Пятёрку лучших закрывает Electrolux EFH-W9020. Отличается более интересным дизайном, внешне не похож на кондиционер. Оборудован LED-дисплеем и сенсорной панелью управления на корпусе. Также осуществлять настройки можно с помощью пульта. Подходит для помещений до 25 квадратных метров. Таймер позволяет устанавливать время выключения и задавать температуру. Работает на трёх режимах с максимальной мощностью 2000 Вт. Цена – 4800 рублей. Это самая дорогая модель в рейтинге из-за электронного дистанционного управления и более качественной сборки, чем Балу. В сравнении с последним у Electrolux есть сенсорная панель, расширенный функционал и отличается более привлекательным видом. Тем не менее, у пользователей есть нарекания на качество сборки, из-за чего только 81% из них готовы порекомендовать модель к покупке. На шестой позиции рейтинга стоит Hyundai HFH 1.5 F10MC – тепловентилятор с металлокерамическим нагревательным элементом. От остальных моделей в рейтинге отличается маленькими габаритами. Ширина – 12,2 см. Высота – 15,5 см. Толщина – 8,6 см. Благодаря этому его можно размещать не только на полу, но и на столе, что удобно при обогреве рабочего пространства. Работает он только на одном режиме при мощности 1500 Вт и может выполнять функцию вентилятора. Подойдёт для помещения 15 квадратных метров. Встроенный термостат отключает прибор при достижении высокой температуры, чтобы защитить рабочие детали от перегрева. Цена – 1400 рублей. Модель уступает размерами и мощностью лидерам рейтинга. Но зато она выполнена из качественных прочных материалов, что обеспечивает надёжность конструкции. В нём нет защитного отключения при опрокидывании, но, судя по отзывам, он очень устойчив благодаря своей форме. Выбор в пользу этого тепловентилятора нужно делать осознанно, понимая, что он рассчитан на обогрев в небольшой площади, и не предусматривает разной степени интенсивности нагрева. Почти все владельцы этой модели удовлетворены своим выбором. Закрывает рейтинг Teamback TFH-T15XCZ. Тепловентилятор выполнен в треугольной форме. Сверху предусмотрена ручка для переноски, которая является частью дизайна. Индикатор включения и поворотная кнопка управления расположены с боковой стороны. Он более габаритный по размерам, чем Hyundai. Ширина 24,4 см. Высота 20 см. Толщина 13 см. Но его также можно размещать на столе. Он рассчитан на обогрев комнаты 20 квадратных метров, хотя по мощности аналогична Hyundai – 1500 Вт. Работает в двух режимах, а также есть режим без обогрева. Технология Oxygen Safe предотвращает высушивание воздуха. Имеет все защитные функции, присущие лидерам. Цена 1800 рублей. Тепловентилятор с увеличенной площадью рабочего элемента обеспечивает быстрое нагревание воздуха при средней мощности. Модель хорошо оснащена, собрана из качественных надёжных материалов. Последнее место в рейтинге модель получила из-за ряда негативных отзывов, связанных с единичным случаем брака и наличия неприятного запаха. Только 87% покупателей рекомендуют Тимбек к покупке. Это был рейтинг лучших тепловентиляторов на 2021 год. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки, надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok